Здравствуйте, меня зовут Юрий. Сегодня я расскажу вам о продукции компании Phoenix Audio. Начинаю свой рассказ с младших моделей компании Phoenix Audio. Это спикерфоны серии Duet. Первая модель это USB спикерфон Duet PCS. Он обладает одним микрофоном направленности 360 градусов и встроенным динамиком. Также у него встроенная система эхо- и шумоподавления. Подключается компьютер он по USB разъему, разъем microUSB. И имеет еще возможность подключения внешних динамиков по разъему 3,5 мм. Вторая разновидность этой модельной серии это модель Duet Executive. Эта модель отличается от предыдущей тем, что имеет возможность подключения практически любых телефонных аппаратов через разъем RG11. Также можно подключить внешние источники звука через разъем 3,5 мм. Теперь переходим к более старшим моделям. Это модель MT503. Smart Spider так называемая. Эта модель обладает уже встроенными четырьмя микрофонами и четырьмя динамиками. Также у нее есть функция звукового луча. При включении это будет видно, она будет отображаться. Это функция светодиодами синего цвета, что выглядит, кстати, очень красиво на переговорных столах. Подключается эта модель компьютера по разъему microUSB. И имеет возможность каскадирования. То есть мы можем объединить в один каскад до 14 таких устройств. Для каскадирования необходимо использование внешних блоков питания, либо так называемого powerhub, который подключается отдельно по USB-компьютеру. К нему также подключается блок питания 48 вольт. И далее по витой паре идет передача уже информации. Соответственно, на компьютер такие устройства заводятся одновременно как и микрофон, и как динамик. Более старшая модель – это IP-телефон Phoenix Spider MT505. Помимо всего прочего, помимо всех достоинств, которыми обладает предыдущая модель Smart Spider MT503, он еще обладает функцией Bridge. Что это обозначает? Это обозначает то, что его можно подключить как USB-спикерфон к компьютеру и использовать с любыми WI-приложениями. И одновременно с этим использовать его как IP-телефон. То есть, если вы, к примеру, проводите видеоконференцию в TrueConf, в Skype или в любом другом WI-приложении, вы можете прямо на горячую набрать номер внутреннего абонента или номер любого другого абонента, мобильного абонента, и подключить его к конференции. То есть, таким образом он подключится к конференции на автомате, и человек, допустим, на мобильном телефоне будет слышать все то, что происходит в Skype или в TrueConf конференции. И, соответственно, все в этой конференции будут слышать его. Далее. Наша новиночка. Это модель MT600 Condor. Представляет из себя микрофонный массив из 15 микрофонов. Обладает встроенным SIP-телефоном. И также на задней панели есть несколько разъемов аналоговых и оптических для подключения внешних аудиоустройств. То есть, его использование практически универсально. Можно подключить любые внешние источники звука. К примеру, можно подключить колонки телевизора. То есть, смонтировать этот микрофонный массив под телевизором и с помощью оптического кабеля связать его с колонками телевизора. Опять-таки, на компьютере это устройство будет отображаться одновременно в приложении и как микрофон, и как динамик. Подключение к компьютеру осуществляется по разъему microUSB. Следующая моделька, это, наверное, самая старшая модель у Феникса. Это микшер Octopus. Микшер Octopus используется в основном для достаточно серьезных инсталляций. Он обладает четырьмя микрофонными входами и балансным выходом. То есть, его можно использовать, как, к примеру, микшер, которому мы подключаем конференц-систему. То есть, просто какую-нибудь конференц-систему, которая использует микрофоны на гусиной шее. И, соответственно, с него выводить информацию на любой усилитель. К компьютеру подключается этот микшер по USB. И, опять-таки, получается, служит у нас источником звука. То есть, и микрофоном, и динамиком. Вот. Настраивается достаточно легко и просто. То есть, есть очень удобные утилитки на сайте Phoenix Audio, на нашем сайте. Откуда можно скачать и управлять этим микшером. Ну, вот, пожалуй, все по нашему модельному ряду. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok